МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звезды кино выбирают бриллианты для церемонии вручения Оскаров. В 2015 году он был 5 месяцев, а вот уже в последнем квартале прошлого года заявки рассматривали в среднем 8 месяцев. Около 60 тысяч ходатайств лежат в Федеральном ведомстве по вопросам миграции беженцев уже более полутора лет. Быстрее всех получают ответы на свои ходатайства сирийцы. В среднем их заявки обрабатывают 4 месяца. Дольше всех ждут решения своей судьбы граждане Сомали почти полтора года, Турции более 16 месяцев и России более 15 месяцев. Данные предоставило Министерство внутренних дел Германии на запрос Бундестага. Эти данные, однако, не включают период до подачи петиций в БАМФ, а это еще около полугода. В целом получается, что просители убежища находятся в Германии минимум год, прежде чем узнают, разрешат им здесь остаться или нет. Представители партии Линке назвали тенденцию недопустимой и препятствующей интеграции беженцев в немецкое общество. В Лондоне сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью задержали подозреваемого в организации кибератаки на Deutsche Telekom. По версии следствия, именно он виноват в прошлогоднем заражении вирусами почти миллион на маршрутизаторов немецкой компании. Операцию по его задержанию британцы провели совместно со своими немецкими и кипрскими коллегами. 29-летнего гражданина Великобритании задержали в одном из лондонских аэропортов. Хакеров крайне редко удается привлечь к ответственности. Они очень хорошо умеют скрывать свою личность. По словам сотрудников немецкой полиции, сегодняшнее задержание стало большим ударом для преступников, которые действуют в интернете. Большинство хакеров хотят просто заполучить деньги, и в этом случае мы предполагаем похожие мотивы. Он хотел извлечь финансовую выгоду из взлома миллиона маршрутизаторов. Если бы ему это удалось, последствия были бы непредсказуемы. Напомним, в конце ноября неизвестные хакеры атаковали крупнейшую в Германии телекоммуникационную компанию Deutsche Telekom. Неизвестные подсоединились к интернет-роутерам, создали из них сеть и управляли ею на расстоянии для атаки на крупные предприятия или госструктуры. Но сотрудникам Deutsche Telekom вовремя удалось отследить и предупредить атаку, так что данные пользователей не были похищены. Если вина задержанного британца будет доказана, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В ближайшее время подозреваемого экстрадируют в Германию. Руководство многострадального долгостроя аэропорта Берлин-Бранденбург решило провести кадровые перестановки. Своих должностей лишились технический директор и руководитель проекта. За техническую часть вместо Йорга Маркса будет отвечать Кристоф Брэдшнайдер. Он бывший генеральный директор немецкой дочерней компании Railprojekt Bau. По словам председателя правления аэропорта Карстена Мюлленфельда, Брэдшнайдер именно тот человек, который сможет справиться со сложными задачами, стоящими перед менеджментом аэропорта Берлин-Бранденбург. Кто займет кресло руководителя проекта, пока неизвестно. Напомним, открытие аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта снова перенесли. Уже с 2017 на июль 2018 года. Старт работы аэропорта переносили уже три раза. В этот раз причиной послужили проблемы с системой пожаротушения и неисправности в управлении дверями в главном терминале. Теперь специалистам придется повторно провести кабель для системы управления дверями и заменить трубы для системы пожаротушения. Строительство аэропорта началось в 2006 году. С тех пор стоимость затрат на его возведение возросла с 2 миллиардов евро до 5 миллиардов 400 миллионов. Уровень потребительских настроений немцев может снизиться впервые после трех месяцев роста. В марте он может упасть на 0,2 пункта, прогнозируют исследователи потребительского рынка компании JFK в Нюрнберге. После отличного старта потребительских настроений в январе уже сейчас их рост немного застопорился. В конечном счете их уровень может опуститься на 0,2 пункта и достичь показателя в 10 пунктов. По мнению исследователей компании JFK, на ухудшение потребительских настроений повлияли факторы, причины которых лежат за пределами Германии. Первые указы Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов привели к неопределенности некоторых немецких потребителей, в особенности представителей рабочего класса. На снижение потребительских настроений также повлиял резкий рост инфляции в январе. Она составила почти 2%. Следующим последствием роста инфляции может стать снижение ожиданий от собственных доходов. А это, в свою очередь, может привести к уменьшению числа крупных покупок. Например, машин, говорят в исследовательском центре JFK. Тем не менее, его сотрудники подчеркивают, что уровень потребительских настроений в Германии все еще очень высок. А политикой нового американского главы обеспокоены в основном только те немцы, которые работают в экспортно-ориентированных отраслях. Новые пожары охватили на этой неделе более 3,5 тысяч гектаров леса в коммуне Парал в чилийском регионе Мауле. Эвакуированы не менее 3 тысяч человек. В Парале и соседних общинах Катильо и Термозде Катильо объявлен красный, самый высокий уровень угрозы. К счастью, пока обошлось без человеческих жертв. Как говорят местные жители, пламя распространяется с головокружительной быстротой. По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь перекинулся из региона Био-Био, преодолев реку Перкелакен. Власти призывают людей сохранять бдительность и не возвращаться в свои дома раньше, чем будет объявлено, что опасность миновала. В зоне бедствия работают десятки пожарных расчетов и сотни сотрудников Национальной ассоциации лесного хозяйства. Пожар в Парале – один из более чем 40 очагов возгорания, продолжающих действовать в центральных районах Чили. По официальным данным, за последние месяцы выгорело уже более полумиллиона гектаров леса. Число погибших достигло 11 человек. Уничтожены почти полторы тысячи домов. Трещина, образовавшаяся в последние годы на шельфовом леднике Ларсена-Си в Антарктиде, в декабре внезапно выросла на 16 километров. Теперь ее длина достигла 80 километров. Еще 20, и от ледника отколется колоссальный айсберг. Специалисты Британского института антарктических исследований сняли с воздуха расщелину на леднике Ларсена шириной 500 метров. Если от ледника Ларсена отколется айсберг площадью 5000 квадратных километров, ландшафт антарктического полуострова изменится фундаментально, предупреждают ученые. Разрушение шельфовых ледников под влиянием глобального потепления приведет к ускорению сползания льдов в глубине Южного континента и повышению уровня Мирового океана. В 2002 году разрушился шельфовый ледник Ларсена Би. В результате образовался айсберг площадью более 3000 квадратных километров и толщиной 220 метров. Звезды кино и шоу-бизнеса с одной стороны и ювелиры с другой охотно практикуют аренду драгоценностей для разного рода церемоний, включая ту, на которой ежегодно вручаются награды Американской киноакадемии – премии «Оскар». Фирма Forever Mark Diamonds из Беверли-Хиллз способна удовлетворить любой, даже самый прихотливый вкус. Отбор сетов, которые украсят кинодиф и гостей мероприятия, в Театре Долби 26 февраля идет вовсю, говорит эксперт компании Кристен Трасти. По ее словам, приходящие в магазин стилисты, как правило, знают, что именно они ищут. А ювелиры готовы предложить им все богатство выбора. От классических изделий, над которыми не власт на время, до самых модных вещей. Как говорит Трасти, один из основных трендов сезона – статусные серьги с бриллиантами. Это и изящные подвески, и кокетливые украшения, проникающие к уху. В таких серьгах Джанель Моней только что была на церемонии вручения золотых глобусов. В числе знаменитостей, которым фирма Forever Mark Diamonds помогла подобрать украшения, Бри Ларсон, Хейли Стайнфелд и Оливия Манн. Трасти рассказывает, что фирма постоянно ищет новые драгоценности для того, что она называет «коллекцией красной дорожки». Серьги, ожерелья, браслеты и кольца поступают от дизайнеров из разных городов Соединенных Штатов, а также из-за границы – Индии, Японии, Турции и Великобритании. Достоинства украшений скоро смогут оценить гости и участники церемонии в Голливуде и телезрители по всему миру. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» m-c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова